Сегодня мы приготовим необычные куличи. Куличи краффины с потрясающей начинкой и франжипаном. На мой взгляд, это лучший рецепт куличей. Таких куличей вы точно еще не ели. Они получаются влажные, нежные и воздушные. Уверяю вас, что эти куличи вы теперь будете готовить каждый год. Чтобы нам выпечь наши пасочки, нам нужно сначала ароматизировать наши сухофрукты. В пасочку мы добавим курагу, изюм, немножко фиников и цукатов. Цукаты я готовила сама. В сироп добавила шафрана и немного лимонного сока. Поэтому он имеет такой замечательный золотистый цвет и запах просто великолепный. И также мы сюда в сироп добавим немного ванили. Сейчас мы это и сделаем. Немножко ванильки добавим. Нам нужно наши сухофрукты наполнить влагой для того, чтобы они потом не забирали влагу из наших куличей. И также их важно ароматизировать, чтобы они имели такой замечательный запах. Когда мы кушаем куличик, чтобы это было и приятно, и вкусно. И они источали аромат. А использовать сухофрукты можно самые различные. И груши подойдут. И также сушеные сливы. Все, что угодно можно добавить. Манго, любые цукаты. Перекладываем в миску сухофрукты и заливаем сиропом. 比較 вкусной влаги. Минь. Убираем наши сухофрукты в холодное место, для того, чтобы они настоялись, наполнились влагой и ароматизировались. Цукаты, они и так достаточно влажные, замечательные, мы с ними ничего не делаем, просто убираем в холодное место. Приготовим тесто. В теплое молоко добавим 2 столовые ложки сахара, пакетик дрожжей и поставим все в теплое место для подъема. Далее взбиваем 3 яйца и 1 желток с сахаром добила. Просеиваем муку в миску, делаем углубление и выливаем поднявшуюся опару в это углубление. Вводим яичную смесь и перемешиваем. Добавляем йогурт, нарезанную предварительно бланшированную цедру апельсина и лимона, шафрановый сироп, столовую ложку апельсинового сока, сливочное масло, ванильный экстракт и щепотку соли. И замешиваем тесто. Тесто нужно как следует вымесить, оно получится немножко влажным, липким, но ничего страшного, мы не будем забивать его мукой, чтобы на выходе получились воздушные, нежные, пышные куличи. Из теста формируем шар. Перекладываем в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем чистым полотенцем и убираем на расстойку на 1 или 1,5 часа. Тем временем мы приготовим франжепан. Сливочное масло слегка взбиваем с сахаром, добавляем яйцо, в несколько приемов муку и цедру лимона. Сливочное масло. Поднявшееся тесто подбить и поставить еще на 40-50 минут. Время расстойки ваших куличей зависит от температуры в вашем помещении, где будет растаиваться ваше тесто. Достаем тесто и делим его на две части. Из одной части раскатываем пласт, смазываем сливочным маслом, франжепаном, посыпаем начинкой, которую предварительно не забудьте процедить. Сворачиваем рулет и разрезаем его на две части. Тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Посыпаем па presenter. Тише. Замень ряда. Тише. Паутина. Оно по-паутина. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Перекладываем наши куличи в формы и ставим на расстойку еще на 30 минут Как только наши куличики поднимутся, смазываем яичным желтком и ставим запекать на 40-50 минут в разогретую предварительно духовку до 180 градусов Цельсия Из второй части теста вы можете приготовить кулич с начинкой, выложить в форму, смазать сверху франшипаном и поставить на расстойку Глазурь мы сегодня приготовим на основе швейцарской меренги В белки добавим сахар, лимонную кислоту и ставим нашу чашу с белками и сахаром на водяную баню Готовится меренга очень просто, важно только помнить, что белки ставим на водяную баню после того, как вода закипит И чаша с белками не должна касаться воды Это, пожалуй, два основных условия, которые необходимо помнить И еще, чаша для водяной бани у вас должна быть обязательно огнеупорной Взбиваем массу венчиков После того, как она увеличится в объеме и как только нагреется до 62 градусов Цельсия, снимаем с огня Температуру проверяем термометром Если нет термометра, покатайте эту смесь между пальчиками Если крупинки сахара растворились, снимаем смело с огня Достаем наши куличи из духовки, слегка остужаем, покрываем глазурью, украшаем так, как вам нравится И вуаля! Наши замечательные куличи готовы! Украсить куличи можно по-разному Шоколадом, сахарной посыпкой, сухофруктами, цукатами, орехами, меренгой, домашними маршмелками и конфетами Импровизируйте, включайте фантазию и украшайте так, как вам нравится Приятного всем аппетита! Не забудьте подписаться, поставить лайк, если вам понравилось и нажать на колокольчик До встречи, дорогие мои, в следующем видео!